То есть сон это отражение того, что с Пеппой случилось в реальности. Ничего себе как глубоко, ничего себе. Майни Ивна с вами, всем привет, и сегодня с реакцией на видео с канал Звездный Капитан, это ужасы Свинки Пеппы. Да уже ли, наконец-то, ура, Свинка Пеппа, давайте смотреть. В данном видео я расскажу вам о самых жутких фанатских анимациях, сделанных по вселенной Свинки Пеппы. Также мы... Кошмары такое существует, ребят, а тогда мы в мире живем, интернета. Ролик посвящается всем тем, кто брал меня на слабое, и говорил, что я не смогу сделать выпуск по этому персонажу. Если хотите подобные ролики по телепузикам, смешарикам и лунтику, ставьте пальцы вверх. Вы, ребят, зря его слабо берете. У меня и поиск с именам найдется много разных крепоты. Ух ты, е, реально крепота. Эм, фаталити. Также напоминаю, что следующим роликом на канале у меня пойдет, почему нельзя победить по фильму «Мгла». Именно его выбрали подписчики во время голосования. Из-за странностей во время его проведения, чтобы никому не было обидно. Сразу после этого будет, почему нельзя победить по бегущему в лабиринте, занявшему второе место. Будешь смотреть, ребят, ну как иначе, как иначе. Ну а я перехожу к анимации. Ура! Начать с той из чего-то совсем безогидного, чтобы сильно вас не травмировать. Однажды дождливой ночью Пепа и ее братик Джордж спали. Им снились приятные сны, и они от удовольствия похрюкивали. В какой-то момент дверь в их комнату открылась сама по себе. Джордж от легкого скрипа проснулся. Хотя ему и было немного страшно, но любопытство пересилило. И он решил узнать, кто или что открыла дверь. Через пару часов из-за грозы проснулась сама Пепа. Увидев, что братика нет в кровати, она отправилась на его поиски. Зайдя в комнату родителей, она увидела беспорядок. Простыня и подушки были разбросаны, а самих мама и папа нигде не было. Пепа стала исследовать дом, пытаясь понять, где все. Сначала она заглянула в гостиную, но и тут никого не было. Первым нехорошим звоночком была чья-то оторванная нога в аквариуме на телевизоре. Но в темноте Пепа этого не увидела, а потому не поняла, что она в опасности. Да то не нога, а то... Палка. В кухне тоже никого не было, поэтому отважная свинка подошла ко входу в подвал. Но встав на лестнице, она испугалась и не решилась спуститься. Однако все это уже не имело никакого значения. За ее спиной появился папа-свин. Опять батя напился и бушует в доме. Пепа был перепачкан в крови, а сам он весь обезумел от злости. Только что он убил свою жену и сына, а сейчас настала очередь Пепы. История, как вы могли понять, имеет двойной смысл. Поначалу кажется, что батя просто спятил и перебил всю свою семью. Но все не совсем так очевидно. Судя по намекам автора этой анимации, речь идет о... ...сили. Все, что мы увидели, было сном Пепы. В ее комнате у самой кровати можно заметить рисунки. На одном папа-свин изображен злым и мерзким. А на втором Пепа показала, что хочет его смерти. А подвал это место ужаса, в котором над главной героиней и ее братика мы происходили все самые жуткие надругательства. То есть сон это отражение того, что с Пепой случилось в реальности. Ничего себе как глубоко, ничего себе. А что так умно? Капец, вот, 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 ребят, вот, вот детские мультфильмы. Опять сейчас ко мне прикопаются. Это фанатские, это фанатские анимации. Это, это не мультфильмы, мультфильмов такого нету. Это фанатские анимации. Я знаю, я знаю. Чего, нельзя так сказать? Что вы тут дуетесь? Лучше не дуетесь. Лучше подпишитесь, автор покушает. Подписывайтесь на Звездного Капитана. На меня подписываться, мне будет очень приятно. Ссылка, кстати, на Звездное Капитане в описании. Лайки, комментарии, подписочка. Мне будет мега приятно. А так-то за ваше здоровье. Мы продолжаем. Похоже на звуки с фаркафа третьего. Пеппа поедает своего папу. В это время под кроватью сидит перепуганный Джордж. Открывается дверь, из нее вырядывает его мама. Пеппа тем временем уже наполовину съела своего бати и почуяла новую добычу. Она открывала свою огромную тушу из дверного проема и начала принюхиваться. Поняв, что жертвы прячутся, Пеппа решила действовать хитростью и вернулась обратно на кухню. Мама-свинка стала подзывать к себе Джорджа. Но тот из-за переполняющего его страха замешкался. Это дало Пеппе возможность напасть и убить свою добычу. Потом она начала ее поедать. Джордж забился в самый дальний... Ага, если бы рисовали бы миленькие мультфильмы, было бы хорошо. А в итоге нарисовали какую-то крипоту сразу. Но когда его сестра начала поиски, она без проблем нашла его и схватила. Затем жирный монстр отнес своего братика в другую комнату. И не спеша сожрал. Сразу стоит уточнить, что монстром в этой анимации выступает именно Пеппа. То, что Джорджа пыталась подозвать к себе маму, понятно по ее оранжевому платью, подведенным глазам. А теперь давайте поговорим, почему Пеппа так изменилась. Я перерыл весь интернет... Переходной период, но он такой бывает. Я не нашел вообще ни одной теории про эту короткометражку. Поэтому у меня появилось два предположения. Первое. Мутация Пеппы связана с популярным мемом о раздвоенном лице всех персонажей этого мультсериала. Дело в том, что все герои всегда показаны с одной стороны. Либо с левой, либо с правой. И почему-то у всех на левой и на правой сторонах по два глаза и по одному рту. Ну да, кстати. Вообще количество глаз достигает четырех, ртов два и четыре ноздри на носу. Если бы количество глаз сравнялось двум, а рот был бы один, то на лице персонажа это располагалось бы таким образом. Была бы криповенькая, кстати. Как вот, очевидно, что Пеппа, обсуждая эту жуткую анимацию, научилась показывать свою лицу полностью, что нам и было продемонстрировано. Возможно, она просто из-за этого сошла с ума. Или же увидела себя в зеркале и повредилась на сутках. Вот, увидела себя, ты хотел сказать. Именно поэтому она и начала убивать свою семью. Второе мое предположение имеет двойной смысл. Поихавшая, поихавшая просто. Нам показали, что Пеппа не просто поедает свою семью. Она еще и неприлично жирная, да такая, что даже ползает на своем пузе. А что, если все дело в том, что она беременна? Как мы знаем, настоящие свиньи всеядны. В редких случаях они даже могут убить свое потомство и сожрать его, или покушать взрослую свинью. Обычно на этом влияют много факторов, главами из которых выступает нехватка витаминов и питательных веществ в организме. Или банальный стресс. Но самыми частыми причинами свиного холизма являются гормональные изменения во время беременности. Получается, что Пеппа залетела и поехала кукухой, а после сожрала всю свою семью. Это имеет смысл, ведь актор анимации Мид Кэньен. В своих короткометражках очень часто используют тему нездоровой одержимости едой. Так хорошо, мистер Крабс. Вам так нравится. Какая крепота! Кстати, если соединить эту теорию с теорией из первой анимации, то получится очень интересный сюжет. Пеппа залетела от своего папы и решила его убить. Но вкус свинины так ей понравился, что она решила сожрать остальных членов своей семьи. Следующая фанатка анимация начинается с того, как семья Пеппа обедает. Давайте вы больше его не будете брать на слабо, а то что-то мне уже, я боюсь, про телепузико усмазать. Разрешение пойти погулять с Джорджем, но отец им запрещает. Пеппа не обращает на это внимания и убегает. Она находит грязную лужу и начинает в ней прыгать. Приходит мама и велит дочери напялить сапоги. Пеппа отказывается и начинает еще сильнее безобразничать. Ну ладно. Что? Что за кисть? Это похоже на какой-то... Пуп. Р-р-р-р-вайт-ты. Пеппа прыгает в нее, задевая брызгами своего братика. Джордж верещит от боли, ведь от зеленой жижи его кожа начала плавиться. В отместку он тоже прыгает в лужу и окатывает свою сестру. Пеппа и Джордж корчатся от боли, а после они мутируют и отправляются домой. Тут они поедают папу свина. Это же вообще перелисованная серия. Не перелисованная, просто они добавили эффекта на ней. Гениально. Свинка пытается убежать, но дети ловят ее и пожирают. Понятно. Хэппиен. Но мутированный Джордж не остается в долгу и поедает свою сестру, находясь в ее желудке. Что? А ну-ка. Что-то глубокое. Какой кошелар снова? Лет, какой кошмар. Это опасная и неблагоприятная окружающая среда, агрессивные условия содержания, причинение... Ну, палка мне нравится, такая чисто 3D с тенями. Боли поросятам, загаженные места обитания и множество других факторов. Именно на это и намекается. В этом даже смысл, да. Я понимаю, даже смысл есть. Создатель анимации, хотя и делает это в забавно жутковатой форме. О, ма, гад! Следующая короткометражка никакого смысла не имеет. Кипи паста. Начинается все с того, как вечером семья свинок смотрит телевизор. Вдруг они слышат настойчивый стук в дверь. Батя идет посмотреть, в чем дело. Его взору предстает толпа зомбаков. Ура! Зомби пипикалипсис. Сами, которые пришли полакомиться вкуснейшим беконом. Монстры нападают и поедают мать свинку и отца свина. А Пепа с Джорджем убегают к себе в комнату. Что они слоупоки. Господи, что ты сейчас посмотрел? Зомби выламывают двери и нападают на свою добычу. На этом серия заканчивается. Жутко, кроваво, но совершенно бессмысленно. Автор не удосужился дать хотя бы какую-то зацепку для построения даже самой примитивной теории. Хотя, если притянуть происходящее за уши, то можно связать эту анимацию с неуемной одержимостью людей, разводить и поедать сельскохозяйственных животных. Или это аллюзия на то, что люди рано или поздно будут поедать... Тут там был кадр, я его желательно беру. В нем вроде ничего такого, но выглядит это жутковато. Я озабочусь, ребята. Захотите на оригинал, посмотрите. К вам же пока еще никто не стучится в дверь. Ой, блин, бандит вообще сделал, чтобы случались, блин. И у меня случится самое смешное. В стороны, там, где у меня реально дверь. То есть у меня в этом... Что ты сделал? Зачем ты так делаешь? Что-то страшное все стало. Сегодня. Затем жирный монстр отнес своего братика в другую комнату и не спеша шажерщика, бля. Затем жирный монстр отнес своего братика в другую комнату и не спеша шажерщика, бля. Затем жирный монстр отнёс своего братика в другую комнату И не списался с... Твою мать Ребята, ссылка на оригинал в описании Ну это жутковато местами, конечно Странно, тупо, жутковато Ну да ладно, было забавно По-странному забавно Меня притянул за то, что я маньячил Ну короче, было стрёмно И не забавно всё, не надо, я не маньячил Было просто странно Да, всё, ребята, всем удачки Ссылка на оригинал в описании Всем пока Пау Субтитры сделал DimaTorzok